Мы продолжим говорить о депрессии, сейчас закончим эту тему. Есть еще, значит, эта книга, я вам рассказывала о книге просто «Духовная депрессия», а эта книга называется «Жить, невзирая на обстоятельства». Здесь, если первый автор рассматривает депрессию с точки зрения неверия, маловерия, какого-то потери этого зрения о вечности. Почему сказано? Вы повторите хоть в мыслях своих «Бог нас от гибели спас». Вспомните об этом, повторите об этом. Иногда нужно всей силой своей повторить «Бог нас от гибели спас». Это не меняется. И Он навеки простил вас в кресте. Вот, то здесь подход иной. Здесь говорится о страхе. Здесь он подходит к очень важной теме. Страх. Это величайший враг человека. А любовь – это величайший друг. И как интересно, что в любви нет страха. Как странно, что любовь и страх – это что-то противоположное. И вся его аргументация строится по этой линии. О страхе и о любви. Здесь он поднимает очень важную проблему. Есть некоторые верующие, которые считают, что Бог избавляет нас от всяких испытаний, переживаний, трудностей. Вы знаете, Бог от многого избавляет это так. Но скорее можно сказать, что Он Сам прошел через все наши человеческие переживания. Его предавали, Его избивали, от Него отрекались, Его не понимали. Боли душевные, духовные, физические. Он все через все прошел. Но Он просто показал нам путь, как это можно преодолеть, как с этим можно справиться, как через это надо проходить. Сколько людей прижили казнь за Иисуса Христа с чувством победы и чувством того, что Христос с ними. Вы понимаете, в истории много таких замечательных фактов записано. Героического поведения наших братьев во время реформации, когда анабаптисты, первые крещенные по вере, их уничтожали просто как зверей. Уничтожали их и со стороны государства. Я хотела просто провести ту мысль, что вся жизнь Христа на земле, не только Гефсимании и Голгофа, они были очень сложными. И это все пример для нас, как можно прожить эту жизнь. Здесь мне невольно приходят на память немецкие анабаптисты, которых преследовали и католики, и государства, и даже реформаторы. Потому что анабаптисты выдвинули такую идею, что церковь вовсе не есть та церковь государственная, которой все привыкли. А что церковь – это общение святых, искупленных, прощенных. И знаком вот этого изменения человека, внешним знаком его вхождения в церковь является крещение. Но вы знаете, что установилось правило, что детей крестят. Они входят в церковь во младенчестве. И вот анабаптисты они как раз против этого возразили. Я коротко скажу весь смысл. Анабаптисты – это была молодежь 22-25 лет в Цюрихе, которые собирались в церкви под руководством Цвингли, великого реформатора Швейцарии. Он собрал эту группу, чтобы изучать по переводу на греческом языке Евангелие. Так и язык изучать, и Евангелие изучать одновременно. И по мере того, как они читали Евангелие, рождалась в этом кружке мысль о совершенно иной церкви, новозаветной церкви, состоящей из людей, которые посвятили себя Господу, которые обещали Ему верность служить, служили Ему. То есть тут ради рождались идеи и ученичества, и взрослого крещения, и жизни полной преданности, следования за Христом, а не просто быть прихожанами. И вот однажды в этой группе возник вопрос, значит, что же является внешним знаком таких людей? И они увидели, что библейский ответ на это – это крещение. Крещение вводят в церковь. Значит, крещение именно взрослых людей. То есть там, в этом кружке, рождался баптизм. И это был 1525 год. Их уничтожали, как зверей. И вот одна история есть о Михаиле Саттлере, человека, который оставил монашество под влиянием чтения Писаний, как он в кружке этой молодежи был, как изменилось его мировоззрение. И осталась запись. Значит, государство, чтобы устрашить людей, чтобы они не следовали за анабаптистами, государство постановило не просто их мучить, а публиковать, сделать известным все эти мучения, чтобы устрашить остальных. И поэтому до нас дошли все это. Как там зубы выбивали, как позаносник сокрушали, как протыкали каленым железом, как ломали хребет, как ломали ребра, как повезли потом на костер. Все это подробно описано. Есть такая книга мучеников. Собрал эти все истории, за всю историю христианства, квакер Джон Фокс. И эта книга мучеников напечатана. Даже дома я имею такую книгу, купила. Так вот, там все это про него подробно описано. Но самое потрясающее – вот что. У них была договоренность с братьями, что он должен дать знак. Из костра он поднял два пальца. Победа. Боль приносима. Не бойтесь, братья. Слышите? Вот это потрясающе. Это записано в истории. Такой факт. Из костра. Весь избитый, измученный. Я рассказала, что с ним сделали. Он для любовь движила им. Братьям, которые были живы, не бойтесь. Я прошел этот путь, и вы пройдете этот путь. Поняли меня? Вот это что-то подобное. Христос прошел все возможные переживания человеческие здесь, на земле. Чтобы показать, что их можно пройти, надо пройти, и мы сможем это сделать. Понимаете как? Вот смысл. А не в том смысл, что он все это пережил, а мы ничего это не будем переживать. Есть только одно, что он пережил. Это богооставленность, которую мы никогда с вами переживать не будем. Слышите? Это единственное. Бог никогда не оставит. С ним я в скорби. Вы знаете, да? Поэтому взгляд на наши все, как я уже говорила, как один старенький пресс-фитер в Луге говорил, приключения. Всякие приключения, они вполне с нами могут быть. И вот я хочу вернуться к цитате, которую я уже говорила. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. И посмотреть немножко ниже, как апостол Павел это сам поясняет. Он говорит так, что для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям. Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашего, братья, которое я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвый не воскресает? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Ну, какие там звери в Ефесе? Помните, когда ненавистники Павла бросали прах в воздух? Жить не будем, пока не умертвим его. То есть, понимаете ли, если мы будем надеяться на Христа только в этой жизни, что он здесь спасет, здесь избавит, здесь защитит, здесь выведет, здесь мы выздоровеем, здесь мы избежим, понимаете как? То мы несчастнее всех человеков, потому что мы положили все упование на земное. Между тем, что Павел возражает на это? Он говорит, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Вот, Бог нас от гибели спас. Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Вот, я хочу примеры привести из Ленинградской блокады, пользуясь тем, что сейчас у нас 65 лет, 27 января будет снятие блокады. Приглашают обычно в это время меня в школы, в институты рассказывать о блокаде. Уже звонок даже сюда был, в Курск. Договоренность приглашают меня в международную школу для детей и иностранцев на английском языке рассказывать. Вот, я хочу только два-три факта привести, касающиеся этой темы. И отец и мать были глубоко верующими людьми. Мама – миссионерка с юности, отец – соратник Проханова, проповедник. И вот остались в Ленинграде на блокаду. Их учреждения, гидропроект у папы и воздушная академия у мамы эвакуировались, улетели. В Йошкар-Алу, Среднюю Азию. Они остались. Они остались по той простой причине, что еще до их мысли об отъезде, они меня, желая спасти, отправили в эвакуацию со школы, надеясь, что государственное дело, школа, не какая-то группа, а вся школа с учителями выезжает в безопасное место. А меня повезли прямиком навстречу немцам. Никто не знал, кто куда идет и кто откуда идет. Такая неразбериха была в начале войны. Это был август. Ну вот. И, в общем-то, от того, что, когда это поняли, мы уже там голодали, и там уже немцы на мотоциклах заскакивали на околицу этой деревни, где нас поместили. Ну, это такая отдельная история. И они не могли за мной приехать и меня взять. Папа был в ополченцах, маршировал. Мама строила, копала окопы для противотанковой обороны. Мобилизованные они. И вот друг нашей семьи, которая помогала в воспитании нашем, такая пожилая Ольга Ивановна, она, видя мамины мучения, сказала, «Я привезу Марину». Она поехала в Малую Вишеру, нашла эту деревню, взяла мне за руку и вывела. И на Малой Вишере нас бомбили. Не бомбили, а расстреливали. Самолет снижался и с пулемета расстреливал всех нас, которые залегли в окопах. Ольга Ивановна легла на меня, а я выворачивалась из-под нее. Она не могла понять, почему горохом посыпают крыши. Это просто некоторые пули попадали по металлической крыше. А мне было очень интересно. Представляете, она легла на меня. Мы вернулись последним поездом, который только был в Ленинград. Собрали из разбитых вагонов. В общем, последний поезд собрали. Больше не было поездов. На последнем поезде мы вернулись. Мы не лежали, не сидели. Мы висели там между потолком. Ну, набитые, конечно, это все было. И мы доехали до Ленинграда. И мы дошли до дома. И мама нас ждала. И когда она нас увидела, она встала на колени и поцеловала ноги этой женщины. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com И таким образом мы решили все оставаться тут. Что двигаться с места – это еще хуже. Это неизвестно, куда ты едешь. Мы все остались. Значит, папа без работы, мама без работы. И мама заболела воспалением легких. И у нас разбомбило дом. Первая бомба, которая попала в Ленинград, попала в наш дом. Это было в центре города, около Александровского сада, бывшая улица Гоголя, Гоголя-4. Это можно сейчас видеть, угол отрезанный. Она упала в землю, и дом обрушился. Угол. Угол обрушился так, что обрушился он до нашей квартиры. То есть, тогда были модно коммунальные квартиры. Нашу отдельную соединили с коммунальную. И вот вся коммунальная, она обвалилась. До нашей квартиры, на нашей квартире кончилось это поражение. Но мы не могли туда вернуться, потому что были трещины, никто не знал, может, дом дальше будет рушиться. В общем, мы 14 лет, мы мыкались, туда давали жить. Ну, какой-то углы какие-то давали. Желательно без окон, без дверей, что-нибудь такое, чтобы осколки не попадали. То есть, мы были довольны темным этим всем углам, чтобы не залетали осколки. Ну, вот в таких вот условиях мы встретили страшную зиму, а морозы были по 30 градусов. И не было ни водопровода, ни канализации, не было света, не было отопления. Буржуйки поставили, металлические такие, пока топится тепло. Ленинградцы жили среди богатых парков и деревьев таких, в Александровском саду такие деревья. И они сберегали для будущих поколений красоту. Не пилили эти деревья. Понимаете как? Не пилили, не растаскивали. Когда какая-то машина, которая хлеб привезла, попала, попал в неё снаряд, и хлеб весь рассыпался, люди мигом сделали кольцо и стояли, чтобы никто не растащил. И дождались, пока кто-то из властей. Приехали, перегрузили хлеб, повезли в магазин. Вы почувствуете, какая? И что я поняла из этой блокады? Кто вёл себя по Божьи, тот выживал. Кто воровал карточки и крал маленьких детей, они все вымерли. Худенькие дружинницы, которые по этажам ходили и собирали уцелевших детей в вымерших квартирах, выжили. Вы понимаете? И вот эта тёмная-тёмная зима, когда без работы, я помню это всё, и залистанная Библия, у меня сохранилась отцовская Библия, подаренная Прохановым ещё на их бракосочетание, духом пламенейки там написано, и подписи и Каргеля, и Проханова, и Быкова, и залистанные-залистанные странички. Они возгревали веру, надежда сверхнадежды, понимаете? И это мама в постели, и это папа без работы. Это всё страшно представить себе. И я уже не могу спросить, их в живых нету, как получилось, что папа нашёл работу, и каким образом на маму свалилась её работа? Она стала работать в госпитале, на островах, куда ни бомбы, ни снаряды не падали, потому что вода и зелень. Островак, каменный остров. И там были коттеджи такие, аристократии. Их все взяли под госпиталь. И мама в госпитале работала, как культоработник. Задача была поднимать дух бойцов. Не сметь плакать, только улыбаться, только смешные фильмы, только какие-то эти... Артисты выступали всякими шутками, такой был волжский, одевал усы и пел. Ах, милый мой, фриц, какой же это блиц, три года и нету конца. Навоевались и наворовались. Ну, в общем. Чтобы люди выздоравливали. Мама всем сотрудникам, там они свёклкой мазали, румяные щёки делали, хороводы водили, песни пели. А по ночам она как медсестра работала, а днём как культоработник. Она находила оставшихся в живых артистов, обессиленных, привозила на саночках артистку Преображенскую, которая Жану Дарк пела в своё время. И кормили супом. И они, одевшие свои кружавчики и манишки, выходили и выступали. Героическое такое вот это время. И отец работал на Дороге жизни на Ладоге. Там была единственная связь с Большой землёй, по которой шло продовольствие. Наши собственные склады продовольствия сгорели. Неделями, неделями. Я только помню, как смотришь в окно, всё зарево, всё зарево. Горят Бадаевские склады. И мука, и сахар, и масло. Всё горело. Это какое-то вредительство было. Склады были на поверхности земли. Неуглублённые. Ну и голод этот начался. И папа сушил там сухари своего пайка на Ладоге. А сам питался мороженой картошкой в деревне, которую находил. И он отрывал, сами понимаете, от себя отрывал эти кусочки, чтобы посушить, чтобы раз в месяц нам доставить. он сочетал. Он всю жизнь был глава, обеспечиватель. Он такую ответственность чувствовал. И каждый раз это было дезертирство, называлось. И каждый раз он подлежал расстрелу. И каждый раз он месяц добирался до города как-то так, на чём-то. А там пешком. И одну историю он нам рассказал. рассказывал, всегда плакал. Он упал обессиленный, не дойдя до дома, на улицах города. И он говорит, что понимаете, ему в голову не пришло что-то такое подкрепиться этим мешочком с сухариками. Он с таким трудом каждый сухарик этот откладывал. Ну, это он умирал. И он говорит, откуда-то появился в рабочей спецовке рабочий, и влил мне ложку подсолнечного масла. Я встал и пошёл. Вы понимаете, что какой рабочий, какое масло, откуда тут? Вы понимаете, что произошло? И что с там далось в руки? Никакого рабочего не могло быть. Про масло мы и забыли, как оно выглядит. Вот это такая фантастика. Это был ангел. Про ангелов мы с вами тут говорили. Вот это тот факт, который произошёл. И отец прожил до 80 лет. А в блокаду он был полный такой вегетарианец, чтобы похудеть. Кого не ел, другого не ел. Он там похудел, сами понимаете. ещё и поэтому тоже выжил. У него проблемы сердечные ушли. Это относит к тому, что всё к благу поворачивается фантастическим образом. И я сейчас, когда вспоминаю, это тяжелейшее время, мучительнейшее время непрерывного голода, а я оказалась старшей. Сколько там я уже, лет 11-12 было, а младшая сестрёнка 6. И мама в госпитале, и отец на Ладоге. Значит, я стала за старшую и пилить, и носить, и готовить, и кормить, и сестру, и в школу. А в школе ходить пилить трава для семьи фронтовиков. То есть, понимаете, или разбирать дома разрушенные, брали школьников. Почему все получили медали за оборону Ленинграда? И я вспоминаю это время как важнейшее положительное время в истории моей жизни. Я там понимала, что не смеет жаловаться, совсем справляться, всего добиваться. вот это вот это было весь, ну, можно сказать, лозунг всего этого госпиталя. Не жаловаться, не передавать плохих слухов, не сеять паники, справляться и все время с людьми, все время с подружками, в коллективе. В общем, понимаете ли, что это дало мотор потом, и когда я училась, и когда я работала, и когда семейная жизнь начала, и все. Вот это вот ранняя такая закалка. Поэтому я считаю, что все во благо. И мы все выжили. Мы все выжили. И мама, и папа, и я. Мама, правда, заболела. Заболела она туберкулезом, потом она легочной болезнью, пневмония, а потом туберкулез. Но крепких такой натуры, она долго 12 лет она болела. Мы имели дома все время больную маму. Но ее кровать была солнышком и центром радости. На этой кровати мы садились и рассказывали свои приключения. К этой кровати приходили тихие женщины, плакали и шептались. Это были вдовы или жены тех, кто были вузах. За отцом тоже приходили в свое время, в 37 году, это еще до войны. но он тогда умирал от сердца. Назывался это удар тогда. Инфаркт это был. Группа пришла 5-6-7 человек. Но видит, умирает человек, чего его. арестовывали арестовывали тех, против кого кто-то моторил с ненавистью. А тот человек разбился в авиакатастрофе. Его не это дело заглохло. А на работе все знали, что он христианин. Били его рублем. он был профессор, а его как техника оформляли. Поэтому я выросла в большой скудости в семье. Я считаю это тоже великим благом. Это очень помогает в современной жизни. Все знакомо. Знакомая галоша. Просто одеваешь другую обувь, попадаешь в другие обстоятельства, ты вспоминаешь. Это я уже проходила, это я уже жил. То есть, понимаете ли, это все вот эта тема наша. Бог не избавляет нас от испытаний, но он показывает, как их прожить и как с ними справиться. Вы помните, когда его злословили, он в ответ не злословил. И как он всегда шел туда, где слабый, где немощный, где какая-то вдова, у которой сын умер, где какая-то женщина с болезнями своими, которая никак не может излечиться, сдержала все состояние, где какая-то хнаньянка, которая дочь весноватая. Ведь он с какими людьми всеми общался. И понимаете ли, и мама христианка нас так воспитывала, она непрерывно нас посылала это навестить, для этой хлеб выкупить, в очереди постоять. Понимаете, она хотела, чтобы мы выжили. Поэтому нас все время гоняло нас. Нам хотелось не вылезать из постели тепленькой, промороженную эту. Она нас полотенцами христала. Не больно, но чувствительно. Чтобы мы выжили. Кто оставался в постели, он погибал. Чтобы мы помогали другим, чтобы мы двигались, чтобы мы поднимались, чтобы шли, чтобы мы выжили. Вот это такие потрясающие уроки. И в общем-то вот Бог так ведет нас. Он не лишает нас испытаний, не избавляет от них, но он достаточен для нас. Второе Коринфянам 12.9 12.9 Да. Вы помните, трижды молил я Господа, чтобы удалил жало. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Вы знаете, что это такие таинственные, такие глубокие слова. Когда я немощен, тогда силен. Это к старости имеет отношение. Вы знаете, что мы прекрасно понимаем, что своей силы уже у нас нету. Поэтому мы можем жить только Божьей силой. И когда мы говорим что-то близким своим, нет у нас силы на красноречие, на напор, на давление. Нет уже таких. Мы говорим просто, кратко, и это остается, это застревает. довольна для тебя благодатью моей. И вы понимаете, что такое? Ситуация такая, что я должен быть силен, чтобы справиться, а я слаб. Я осознаю, что слаб. Я не могу с этим справиться. Ага, сейчас. И надо это признать. Старый легче это признает. Я слаб. Ну вот вы говорили о Павле, что дано было жало вплоть, а ведь существует мнение, что это был человек, который постоянно противостоял ему, что не болезнь именно, а человек, некий человек, который... Саша, когда сказано жало вплоть, почему мне выдумывать про человека? Вплоть. Так что это... Вы понимаете ли же, он видел потрясающий свет, когда обратился. И поэтому мы видим упоминание, что вы бы готовы были глаза свои исторгнуть для меня. Я был у вас в немощи. У него воспаленные глаза были с тех пор. На память, наверное, тоже. Вот. Чтобы он помнил об этой слабости. Так вот, Павел радовался своей слабости. Павел признал свою вину, что я не могу сам. мы не можем победить мир, но мы можем жить в зависимости не от мира, а от его создателя. Слышите? Какие удивительные вещи. Жить, невзирая на обстоятельства. Я не завишу если уже говорили про блокаду. Я не завишу от того, когда примут решение об увеличении по китам хлеба. Я не завишу от того, какие там решения примут наверху. Я не завишу от того, как наш кризис повернется и куда он поведет. Вы смотрите, как люди изнывают уже от страха, когда еще ничего нету, когда все еще и магазины есть, и товары в магазинах есть. И нам написано в Писании, будут такие времена, люди будут издыхать от страха. Не от реальных опасностей, а от страха грядущих бедствий. Но ты должен быть зависим от создателя этой жизни, а не от этих обстоятельств, которые... Я в одной книге прочитала такую смешную фразу. Один текст говорит, у меня такие обстоятельства, я под влиянием, под властью такие обстоятельства. И вот тот, я залезаю к нему под эти обстоятельства, и говорю, что ты там делаешь, что ты там сидишь под этими, знаете, как под стол залез. Вылезай оттуда из-под стола, из-под этих обстоятельств. Что ты под ними делаешь? У меня есть мой хозяин, мой господь, и вот это замечательное рассуждение моравских братьев. Если он хочет меня взять, это хорошо. Если он хочет меня оставить, это тоже хорошо. И у меня нету оснований тревожиться. Вы понимаете, что вы чувствуете, что круг мыслей таких начинает менять наши отношения, наши чувства. Страх это чувство. вот чтобы эти чувства изменить, надо изменить мышление. Мы опять возвращаемся к этому интеллекту. Эмоции это реакции на то, что мы думаем, как мы себя понимаем, что мы думаем о себе, о своей жизни, о выходе из положения, в котором я нахожусь. Что я думаю? Нету выхода, безвыходно, ужасно все, нету будущего, нету надежды, какие мои эмоции? Ну, страх, ужас, отчаяние, депрессия. Если же я думаю по-другому, вы понимаете, что Христос очень интересный вопрос задавал, когда он исцелял. Он спрашивал, хочешь ли быть здоров? а может бы ты не хочешь? Вы понимаете ли, есть люди, которые ну, как бы, хотят оставаться в этом. Хочешь ли быть здоров? Очень странный вопрос. Спрашивает этого там парализованного или увеченного или подходит к нему этот слепой и его Иисус спрашивает. Он спрашивает, чего ты хочешь от меня? Понятно? Слепой подошел. Нет, будь добр, ты сам скажи. Чтобы мне исцелить, Господь, чтобы мне прозреть. Вот, тогда Господь начинает действовать. Потому что в сердце человека, я же говорю, многослойный пирог мы. Мы можем говорить, а на самом деле не хотеть. Хочешь ли быть здоров? Ну так вот, и вот депрессия, которая связана с обстоятельствами и со страхами, имеет следующие симптомы. Я сейчас вот их назову. Это озабоченность, это страх и беспокойство, это печаль. Это сопровождается тем, что мы утрачиваем положительные отношения к людям. Мы подозреваем этих людей, мы боимся этих людей, мы избегаем этих людей, устраняемся от них. Добро бы это мы осуждали только людей, обстоятельства, но начинается сразу самоосуждение. Вы знаете, какая-то лидитная связь. Когда я осужу людей, обстоятельства, я начинается также и самоосуждение, и чувство беспомощности, и желание умереть, и саможалость, и нереалистические ожидания. На этом немножко остановиться. Саможалость, ой, я бедный, ой, я несчастный. Вы знаете, что это в корне сразу уничтожать. Ой, я бедный, ну и будешь бедным, ну и будешь несчастным. Вы понимаете ли, что как мы себя определяем, так все и происходит, так оно все и становится. Поверь ваше, это будет вам. И нереалистические ожидания, которые делают нас несчастными. Кто надеется на Христа только в этой жизни, тот несчастный всех человеков. Ты рассчитываешь, что он тебе все устроит, все даст, даст все самое лучшее, ты же достоин, как сейчас говорят. А этого не происходит. Понимаете, мы 14 лет, мы без дома мыкались, имея все права. Во-первых, мы жители этого города, наш дом разбомбили, город пустой, все квартиры пустые, но тогда родители даже в мыслях не приходило чего-то занимать, чего-то, понимаете ли, вопрос шел, чтобы за осколки не летали, поэтому мы в самых таких дырах жили. потом Господь вывез нас на эти острова, и острова стали городом-убежищем для нас, мы там выжили. Вот, 14 лет, а потом туберкулез у мамы, то есть все права мы имели, но так получалось, что Господь не давал нам это. Я помню, мама за год до смерти мы получили квартиру от его учреждения, от отцовского, гидропроекта, и она как зачарованная ходила по квартире, открывала двери, не могла сосчитать их, потому что тут и дверь была в ванную, и дверь была в кухню, и дверь была в другую комнату, вы понимаете и она как зачарованная ходила, трогала, и один год она пожила, и что я буду спрашивать, а почему ты не дал Господи раньше? Я сейчас скажу вам, у мамы у нее была вера, какая-то такая таинственная, мистическая просто вера, что все, что она у нее съела гусеница, то все Бог возместит нам с сестрой. Она как-то понимала, что у нас все будет, представляете, у нас есть свои квартиры, у наших детей есть квартиры, маму не пускали как туберкулезную на дачу, а у нас дача есть, и у меня, и у сестры, вы понимаете ли, как? И сестра стала, мама была писательницей, чудную книжечку написала она, не бойся только веры, это каждый должен прочитать эту книжечку, это о молоканах, которые стали баптистами на Кавказе, вот, и в Марии отрывки из первой главы про молокан, и понимаете, что она твердо знала, что мы все это будем иметь, эта мысль ее поддерживала и не давала ей падать духом, что все будет воздано не им, а нам, и вот мы все имея детей, мы понимаем, что это очень сильное утешение и мотив, вот, и она вот так, в таком стесненном положении была и так скончалась, это все, я не могу даже печаль испытывать или что-то говорить по этому поводу, потому что вот такие пути вот Божьи, вот так вот он идет, потому что а я почему, а я за что все это имею, и почему-то я живу без голода, без войны, имею все, я очень понимаю, имея пропитание и одежду, будем благодарны, будем довольны, вот, потому что нереалистические ожидания, что Бог все даст, это неверная установка. И Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok